МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24 продолжает программа Зона Икс. Я Юрий Шевчук. Здравствуйте. Нелегальный заработок 240 тысяч рублей, но все придется отдать. Оперативники выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты. Установлено, что 37-летний мужчина в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Как подчеркнули в милиции, таким образом обычно обналичивается и конвертируется в том числе похищенная у беларусов наличка. Менечем за год он заработал свыше 240 тысяч рублей. На правонарушителя составлен административный протокол, санкции статьи, предусмотрен крупный штраф, а также обращение в доход государства всей прошедшей через критокошелек суммы. Далее в эфире обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Его подготовила Алена Лешкевич. В СК обращают внимание, в первые дни лета утонули 8 человек. В Беларусь пришла теплая погода, которая и повлекла за собой череду несчастных случаев. Среди погибших в воде есть и подростки. Так, в Климовичском районе утонул 16-летний мальчик. А Витебской области ушла под воду студентка медколледжа, которая приехала с ребятами встретить рассвет и решила искупнуться. Следователи в очередной раз напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Следователи в очередной раз напоминают, не купайтесь в запрещенных местах, не заплывайте за буйки, не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением в заболоченных местах в штормовую погоду и во время грозы. Дорога тоже не прощает ошибок. Так, за пару дней каникул уже под колеса попали несколько несовершеннолетних. Во всех случаях дети катались на велосипеде или самокате, не соблюдая при этом правила. Накануне в Столинском районе 10-летний школьник катал на своем электросамокате по проезжей части 8-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Ребенок не справился с управлением и все трое упали на асфальт. Один из детей получил тяжелые травмы головы. В Бресте также школьник попал под колеса авто. На улице Гродненской 14-летний мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу без светофора, где его сбила Тойота. Кто здесь кого не пропустил, выяснят сотрудники ГАИ. Но ребенок был без шлема и теперь с травмами в больнице. Поэтому сотрудники ГАИ сейчас усиленно проверяют именно эту категорию участников дорожного движения, несовершеннолетних. Как дети ездят на самокатах и велосипедах и где. Напомним, кататься без присмотра взрослых до 14 лет запрещено. Можно только во дворах и по велодорожкам. И не стоит пренебрегать шлемом. Штраф за несоблюдение этих правил может доходить до 400 рублей. Инспекторы вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних рассказывают о правилах безопасности детям. В летний период дети наиболее больше подвержены опасности и получают больше травм на проезжей части. Поэтому очень важно проводить разъяснительную работу с детьми и родителями, напоминать им о дорожной безопасности. В Полоцке в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительной информации водитель Хёнде, выезжая со двора, не пропустил Сузуки. Мотоцикл опрокинулся. 22-летний байкер получил травмы, с которыми госпитализирован. Серьезное ДТП в Свислочском районе, не доезжая до райцентра, на повороте столкнулись грузовик и бетономешалка. Последняя прокинулась на бок и угодила прямо на проезжающий мимо легковой автомобиль. После машина со строительным материалом загорелась. Подробности ДТП смотрите в нашем вечернем выпуске. Криминальной хроники.